И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, как и обещал, второй ролик долгожданный сегодня у нас таки появляется, ну и конечно этот ролик будет посвящен нашим челленджам, не могу я упустить шанс не рассказав про них в данном ролике, поэтому начинаем, пройдемся по всему тому, что у нас вообще в принципе ожидается, что у нас будет, и есть уже определенно новые интересные в какой-то степени обновления, которые у нас завтра также появятся в нашей игре, неспроста я загрузился в эту каточку на Хорната рельсе, правда тут катка не совсем таки удачная у нас получается, потому что, так сейчас мы найдем быстренько устройство, где оно у меня имеется, так 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 так, крупнокалиберка, дестабилизация, у меня все стоит, все супер уже было настроено, неспроста я зашел сюда на Хорре рельсе, так как у нас в нашем челлендже можно будет выбить именно таки Легаси с 50 уровня наших челленджей, безусловно это круто, то что хотя бы какая-то у меня пушечка в виде скина Легаси уже появится, но это ребят не самое главное, еще вчера, когда я ехал благополучно домой, у меня пришла в голову такая неплохая идеечка, думаю, блин, а почему бы не попробовать набить как-нибудь быстро, резко, дерзко, аппетитно, нагибаторски данные звезды, ну почему бы не взять и просто не попробовать свои силы, потому что никогда я такого не делал, спокойненько, аккуратненько, не спеша их набивал, да и все было в этом плане, в принципе, нормально, но здесь у меня есть такая небольшая цель, и в принципе, если вы меня поддержите, ну вам просто легко это сделать, берете, поставили прямо сейчас лайк, подписались на канал, и все супер, и вот вам вся моя супер нагибаторская поддержка, то до конца этой недели, а именно у нас остается завтра первый день, 1 февраля, именно таки пятница, суббота и воскресенье, три дня, я думаю, что даже у нас получится это сделать быстрее, чем за три дня, то за эти три дня я набью 2000 звезд, я не буду набивать эти звезды ни на каких мультах, ни на каких там новобранцах, говорить, что типа новобранцы там, ну типа, ну понятно, что там на новобранце будет это дело все проще набить, и то, что этот получится, ну я не знаю, насколько быстрее, наверное, в 50 раз так будет быстрее, потому что, ну можно взять новобранцы, можно купить там какой-нибудь сочный аппетитный нагибаторское вооружение, и вообще на изи катки все это дело сделать. А мы будем набивать эти звезды на основных своих аккаунтах, возможно таки я завтра буду набивать эти, конечно же, звезды не один, а с пацанами, которые всегда у нас были со мной, с игроками Team Pointer, с Тёмиком, может Аветис к нам еще присоединиться, хотя он там сказал, что он сливается, прогибается, ну короче, кидал, ну в общем о нем мы ничего в принципе больше говорить не будем, там все понятно, человек зазнался, ну бывает, 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 ничего страшного. Так что цель есть, осталось только узнать, сможем ли мы все это дело сделать, я думаю, что у нас, в принципе, вместе с вами это дело получится, безусловно, будет большое количество стримов, ну и это, наверное, тот самый бомбический контент, который я хотел бы уже давно сделать, попробовать, почему бы и нет, почему бы и нет, время у меня как раз таки будет иметься на эти три дня, и я думаю, что можно попробовать на изи катке все это дело замутить, постримить, показать, поснимать много интереснейших роликов, потому что это будет на реально большой скорости набито, я думаю, что мало, 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 может быть даже единицы людей, которые смогут с той же скоростью набивать эти звезды, просто я знаю, насколько быстро у нас это будет получаться, я знаю, как круто оно все дело должно идти, если ничего не случится, то оно все так у нас и пойдет, если никакие там интернет-соединения или еще что-то в этом духе нам не будет мешать, то все это дело быстро вы увидите даже сами. Приходите на стримы, я думаю, что стримов-то будет, ой, даже времени не надо говорить определенного, стримов будет реально много, у меня сейчас долгое время не было, поэтому горю желанием, горю желанием, и почему бы и нет, почему бы и не посвятить, все-таки неделю не играл, недели у нас ничего не было, свеж, полон сил, спокойно, на изи-каточке, взять и колотнуть 2К именно этих звезд, и я думаю, что это, в принципе, ничего такого сложного нету в этом, можно будет просто-напросто все это дело сделать. Ну а теперь давайте уже, наверное-таки, сейчас мы будем прогружаться уже в следующую каточку, сыграем одну хорошую такую хорререльсу, потому что закинуло сюда явно не в аппетитную катку, хотелось бы попробовать вообще, в принципе, в демке на хоре рельсе, забрать первое место, не знаю, получится у меня в этой следующей демке или нет, мы, в принципе, все это дело посмотрим, ну а хотелось бы сказать еще про то, что у нас будет в этих челленджах. Вы видели Легаси, вы видели много всяких интересных красочек, но, в принципе, я в какой-то степени огорчен, честно говоря, потому что, ну, ожидал увидеть большего, а в итоге вижу единственный, наверное, интересный скин, и там парочку-троек именно таких красок, которые мне, в принципе, реально понравились. Там одна была такая сочная, аппетитная красная такая краска, ну, скин, ну, эффекты, да, это, в принципе, неплохо, но все как-то, как-то, как-то скучновато, новых красок, по сути, никто не придумал, всякий флоу, еще там, ну, про бурю я вообще говорить не буду, но это вообще просто, ну, даже на такое смотреть противно, когда краска буря и еще краска, которая у нас с футбольной лихорадки разыгрывается в челленджах, ну, как-то, как-то очень-таки некрасиво со стороны разработчиков, как по мне, делать в челленджах, вернее, добавлять такое, ну, это как-то низко, как-то низко, как по мне. Ну, ничего страшного, у нас цель, дабы получить годный контент, показать всю ту скорость, которую мы можем сделать, потому что многие ребята этого не видели, многие ребята этого не знают, потому что даже в то время, когда у нас была борьба за фриз хтн, ну, вернее, не у меня, а у ребят, когда про них говорили, что они читеры, что они бьют там против мультов каких-то там эти звезды, в общем, не верили в то, что так быстро и аппетитно можно это все дело набивать, поэтому сейчас вы 100% все увидите, вы сами удостоверитесь в том, что это будет набиваться на стримах, там не будет никакой дополнительной помощи, и то, что эти звезды пойдут явно быстрее, чем вам кажется. Ну, и также у нас уже к этому всему делу, завтра изменится немножечко битвы в матчмейкинге, что касаемо именно таких флаговых битв и битв регби, то они станут по 5 флажков, что касаемо джиггернау, то станет вместо 100 именно таки 50 киллов, и что касаемо у нас штурма, там станет 70 точек, и при этом еще время в матчмейкинговых катках станет 7 минут. Все, конечно же, идет к тому, что в дальнейшем итоге мы там будем видеть матчмейкинговые бои условно по 5 минут, то есть вы зашли в катку, сделали пару киллов, и катка закончилась. Я не знаю, зачем делать так, но если судить это все со стороны именно таки челленджей, то, как по мне, 7 минут это должно быть, ну, наверное, на, так, звезд 20 за час будет, реально можно будет набивать больше звезд, чем именно таки это дело можно было бы набивать раньше. Поэтому в этом плане, конечно, для меня это плюс, ну, а так, кислые вещи, кислые вещи, и я не понимаю, зачем вообще заниматься такой ерундой. Сначала делать условно матчмейкинг там 10 минут, потом начинать его спускать, 9, 8, 7, ну, не очень приятный момент, как по мне, и вообще, такие себе эксперименты, как по мне, тоже далеко у нас вообще, в принципе, не зайдут, и к ничему хорошему это не приведет. Ладно, у нас остается 5 минут до конца каточки, в принципе, я рассказал все, что я хотел вам рассказать, ну, а теперь давайте попробуем сделать то, что я всегда хотел сделать, но никогда у меня это, в принципе, не получалось, да, и я не задавался себе такой целью, чтобы на хорина-то рельсе просто брать и забирать топ-1 в простых демочках. Кто-то этим делом любит заниматься, но я решил поэкспериментировать, и я думаю, что, в принципе, в данной катке у меня должно это получиться. Сейчас иду на втором месте, в принципе, все это дело набалаболил, мог бы, конечно, уже больше бы киллов, я думаю, сделать, но, ладно, давайте начинаем, пусть плюс у меня ко всему еще бустер имеется, сейчас я возьму даже ДДшку подожду, дабы этот парниша сразу на респ ушел, а то, ооо, как меня обосцикали, конечно, вот сейчас было очень-таки некрасиво, и, ладно, это просто забейте. В итоге, как всегда, я ушел на респ, сейчас можно просто хэштег банка-нагибатор сделать в чатик, ну, и, ребят, ну, конечно, я хотел бы увидеть от вас реально годную поддержку, я знаю, что вы это можете сделать, я знаю, что вы можете взять и так просто взять конкретно, поддержать меня, набрать, ну, 100, 200, может, может, 300 лайков, вы просто возьмете, наберете, чтобы я увидел, что вы хотите, чтобы я быстро для вас показал, как это бьется, насколько круто, на каких сочетаниях, и вообще, в принципе, показать ту скорость, которую реально можно сделать на этих челленджах. 11 киллов, а это значит, что я уже сравнялся с ребятами, не совсем аппетитно нагибаторские пацаны мне здесь попались, и поэтому у меня есть все шансы забрать здесь, конечно же, топ-1, но, я вам скажу так, неделя не игры именно-таки в танки, дает о себе знать, и даже в каких-то самых-самых простецких ситуациях, как кажется вам со стороны, я умудряюсь промахиваться. Не совсем эффектно это все дело, конечно же, выглядит, но ничего я с этим поделать не могу, поэтому играю как могу, но блю как умею. Где у нас кто-нибудь, кого можно было бы вообще, в принципе, на легком слить? Ну, блин, не получается, жалко. Жалко, жалко, на легкой волне не удается сливать таких ребят, еще какие-то молоты тут появляются, но вообще, все становится очень-таки печально, при том, все у нас сводится к тому, что у нас на карте 8, 8, 8 резистов от рельсы, но бустер сейчас, конечно, решает все вопросы, дабл килл я даю, ухожу на респ, при этом еще и полторэшка, упэшка у нас имеется на хорнатор рельсе, это тоже, в принципе, хороший показатель, но урон сейчас какой-то очень-таки маленький вылетал, и что-то я вообще ничего не нанес. Давайте попробуем слить данного парнишу, 500 урона, это явно не то, что я хотел здесь увидеть, но парень смыщетожается, я его не добиваю. 2 минуты остается до конца каточки, и есть все шансы забрать в этом бою топ-1 и показать, что хорнатор рельсы нагибает, а это значит, ребяточки, что? А может быть, в скором времени я поиграю МОДС? МОДС на рельсе, потом у нас еще будет челлендж на хорнат, именно-таки Легаси, у меня будет хорната рельса Легаси, а я потом такой возьму, и жестко аппетитно, нагибаторски пойду играть условный соло-модс. Чем черт не шутит, а может быть, стоит пойти и поиграть такой турнирчик, ну, конечно, ребят, я шучу, какая хорнатор рельса, вы что, прикалываетесь, что ли? Но, то, что мы будем играть на стримах, ББПшки, или еще что-то в этом духе, то это, конечно же, можно организовать, можно поиграть, можно, конечно же, понагибать. 21 килл, одна минута у нас до конца каточки остается, и я вам могу сказать, что все шансы забрать топ-1 у меня здесь имеются, 5 киллов отрыва уже есть, есть какой-то макарон, который он их не ест, который играет с приваренной башней, в принципе, ТО Мобайл, это тоже хорошая вещь, и я согласен с данным игроком, но он меня, конечно, ничем не может удивить, когда он играет на своем топовом нагибаторском вооружении с приваренной башней, поэтому вот так вот на изи каточке можно его, конечно же, тоже слить, слить еще одного парнишу, и спокойным образом закрепить за собой первое место в данной катке, и тем самым показать, что даже на Хорнаторельсе, который вы получите Легаси, вы можете просто брать, играть, нагибать, ну, конечно, я бы, конечно же, посоветовал вам бы приобрести на данную пушку устройство, которое у нас называется дестабилизация снаряда, которое выдает урон от 1 до 3 тысяч без ДДшки, что является, как по мне, очень-таки хорошим показателем в таких, в таких именно-таки, каточках. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился, надеюсь, он вам понравился, надеюсь, это то, что вы ждали, надеюсь, это тот контент, который будет заходить у нас в ближайшие пару дней, я точно уверен, что у нас все получится, вы поддерживаете, приходите, помогаете, может быть, нас нагибаете, может быть, помогаете нам быстрее набить эти звезды, но так или иначе, мы сделаем эти две тысячи звезд и спокойным образом докажем всем, что вот так вот, вот так вот можно их сделать и даже при этом не надо играть 24 на 7, а можно просто уметь быстро делать такие челленджи. У меня на этом все, если понравился ролик и вы еще не поставили палец вверх, обязательно прямо-таки сейчас его поставьте, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, но у меня на этом все, всем спасибо, удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok